Азаджи Маханов Секретарей со всех регионов отчитались о проделанной работе перед заместителем председателя Сената парламента страны Оскаром Шакировым. Как всем известно, из-за COVID-19 мировая экономика сильно пошатнулась. Казахстан не стал исключением. Сейчас страна переживает не лучшие времена. Чтобы минимизировать потери, необходимо следовать плану, озвученному главой государства, считают участники видеоконференции. В связи с этим особое внимание должно уделяться вопросу работы депутатского корпуса в регионах и повышению их профессиональной квалификации. Каждый депутат должен уметь разъяснять своим избирателям принятые законы и суть программных документов. В целом, заместитель председателя Сената Оскар Шакиров отметил, что в регионах проводится хорошая и плодотворная работа по поддержке населения. Возгорание мусора уже не раз становилось причиной больших пожаров. Вот и на этот раз, близ города Алматы, на мусорной свалке произошел пожар. Да такое, что его дымом затянуло всю округу. А несколько километров трассы Алматы-Капшигай полицейские вынуждены были закрыть для движения, рассказывает Антон Хатиновский. Небольшой дым вдоль трассы Алматы-Капшигай в жаркое время года появляется периодически всему виной возгорания мусора на свалках. Вот и на этот раз маленький дым вырос в большой пожар. Дымовая завеса в течение нескольких минут поглотила оживленный участок автотрассы, что привело к массовому ДТП. 10 июня текущего года в 6 часов вечера по автодороге Алматы-Капшигай на 34-м километре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 8 автомашин. В результате столкновения водитель автомашины «Опель Вектора» гражданин М 1989 года рождения получил различные травмы и был госпитализирован в больницу. Остальные участники ДТП после оказания империи медицинской помощи были отпущены. С целью обеспечения безопасности дорожного движения и отвода транспорта на данном участке работали наряды ДПП, с помощью которых своевременно были устранены последствия дорожно-транспортного происшествия. Полигон твердобытовых отходов горит не впервые. Оперативно прибыв на место, пожарные установили масштабы. Поначалу думали, что справятся быстро, однако сотни тонн различного мусора продолжали разгораться под порывами ветра. На территории Ильинского района, на трассе Алмата-Копчагай, произошло горение мусорного полигона ТО-Адыка-Таза-Алем. Площадь возгорания составляет 3 гектара. Угрозы распространения за территорию полигона на данный момент не имеются. Работает служба пожаротушения, аварийно-спасательных работ ДЧС Алматинской области. Местный исполнительный орган в количестве 10 человек. Создан штаб. Прибыло два водовоза с местного исполнительного органа. Дополнительно направлены с местного исполнительного органа 4 КАМАЗа и один экскаватор. Уже ночью оценив масштабы пожара с воздуха, стало ясно, что для борьбы со стихией придется применить тяжелую артиллерию – пожарные вертолеты. Ми-8 сегодня с раннего утра проводят прицельный сброс воды. На возгорание уже сброшено порядка 100 тонн жидкости. Антон Хатиновский при содействии пресс-службы ДЧС Алматинской области. С начала года уровень преступности в Казахстане снизился почти на 40%. Основная причина – режим карантина и самоизоляция из-за пандемии коронавируса. Однако на плечи полицейских страны легла двойная нагрузка. Наряду с выполнением своих прямых обязанностей, им дополнительно пришлось вести круглосуточное дежурство и на блокпостах. В одном ряду с медработниками они ежедневно подвергали себя опасности заражения COVID-19. Об этом сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на брифинге с журналистами, подводя итоги деятельности полицейских с начала года. Пандемия коронавируса еще раз проверила на прочность казахстанские силовые структуры. На всех блок и санитарных постах более двух месяцев полицейские несли круглосуточную вахту. И хотя мерам безопасности сотрудников уделялось большое внимание, избежать заражения инфекцией не удалось. Около 600 полицейских оказались инфицированными. Количество выздоровевших в свыше 70%. На лечение остаются 170 человек. К счастью, летальных случаев от вируса нет. Однако дежурство на блокпостов все же стало трагичным для двоих сотрудников. 25 мая пьяный водитель БМВ совершил наезд на полицейскую машину на контрольно-пропускном пункте. В ней находились три сотрудника, дежуривших в это время на посту. В результате ДТП двое погибли, один получил серьезные травмы. В настоящее время было проведено служебное расследование. В средства массовой информации мы уже сообщили, что моим приказом 9 руководителей были наказаны. Трое из них освобождено от занимаемых должностей за провал кадровой работы. Но в то же время в ходе проверки были выявлены факты. И у нас имеется приказ начальника департамента полиции города Алматы, что Азамата был уволен 21 числа, то есть за четыре дня до дорожного транспортного происшествия. Бытовое и сексуальное насилие, интернет-мошенничество, жестокое обращение с животными и подростковый суицид требуют пристального внимания не только со стороны полиции, но и общества. По мнению Ерлана Тургумбаева, нужно укреплять семейный институт в стране и повышать гражданскую ответственность населения. В целом, министр внутренних дел заявил об улучшении общей криминогенной ситуации в Казахстане. На это в большей степени повлияло временное приостановление деятельности многих учреждений, самоизоляция и режим карантина. Так, количество преступлений с начала года сократилось на 38%. Снизилось число причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж и хулиганств. Меньше совершено правонарушений несовершеннолетними, ранее судимыми, состояния опьянения, а также на улицах и в общественных местах. Улучшились показатели раскрываемости большинства видов преступлений. Вместе с тем, у нас имеется ряд направлений, где нам еще предстоит выправить ситуацию. С нынешнего года казахстанская полиция стала доступнее для граждан страны. Теперь обратиться со своими вопросами и предложениями можно благодаря онлайн-приемной, открытой во всех популярных соцсетях. Кульмира Тимиргалиева, Азиза Газисхоза, Ринат Утеев. Дети должны быть здоровыми и счастливыми. Такого принципа придерживаются члены волонтерского движения «Лидер КИЗ». Уже несколько лет они помогают нуждающимся семьям в лечении и протезировании. Буквально на днях надежду на светлое будущее получил еще один ребенок Талдыкургана. Малышка Вероника с удовольствием разглядывает гостей. Энергично машет ручками и тяжело передвигает загипсованные ножки. Ее старшая трехлетняя сестра Настя играет в доктора и показывает, как лечили сестренку. Диагноз искривления обеих ног в тяжелой степени Веронике поставили с рождения. На лечение у семьи просто не было средств. Бесплатную операцию нужно было бы ждать еще полтора года. Но с каждым месяцем шансы на успешное восстановление уменьшались. Я сильно переживала, что не смогу, что она не сможет ходить. Плакала, думала, как дальше будет. Муж не сильно деньги такие зарабатывает, чтобы ездить. Каждый раз была в Алматы. Говорили только, что в больнице в два года, что ей операцию сделают, потом будет только находить. А потом вот моя сестра говорит, давайте в Инстаграм, там люди помогут. И вот потом Ира приехала сюда, и они помогли. Волонтеры кинули клич по всему Казахстану. И буквально за 10 часов средства, необходимые на первое гипсование, были собраны. А в конце мая Веронике сделали долгожданную операцию. И таких счастливых историй немало. К примеру, волонтеры Талды Кургана помогли с медикаментами девочки с лейкемией. Сейчас у Камилы ремиссия. Одним из масштабных является проект «Добрые руки», в рамках которого волонтеры по всему Казахстану помогают семьям с приобретением протезов для малышей, родившихся бесконечностей. Мы нашли в Москве клинику, называется она «Моторика», которая сами изготавливает эти протезы. И получается, вот сейчас мы собрали одной девочки, она уже получила свой протез, она уже учится с ним жить. И сейчас мы собираем второй девочки. Когда мы закончим сбор по нашей девочке Шимкента, я хочу найти ребенка именно в Талды Кургане, либо по нашей области, именно ребеночка, у которой с такой же проблемой. Можно обратиться к нам. Если есть вообще проблемы со здоровьем у ребенка, мы всегда откликнемся, мы всегда поможем, то есть мы сделаем все, что в наших силах. Маленькой Веронике предстоит еще долгий процесс восстановления. Полгода девочке 23 часа в сутки придется носить специальную обувь, брейсы. Но уже к году или полутора годам Вероника должна начать ходить. И это самое главное, о чем сегодня мечтает ее любящая мама. Надежда Белова, Мадиба Ибасынов, телеканал ЖТСУ. Это вся информация к этому часу. Встретимся в 21.30.